Добрый день. Сегодня мы продолжаем рисовать нашу композицию, где у нас закат и две фигуры. Сейчас мы возьмем с вами, изменим немножко эти две фигуры белой краской. То есть мы сделаем, смотрите, они у нас, головы разъединены. Один человек стоит и второй, да? Чтобы они были вместе, мы сейчас сделаем иначе. Мы взяли белую краску. Вот смотрите, вот у нас плечо. Мы, чтобы нам было проще, мы вот это плечо берем, вот так вот его обводим. Вот, подвели. Теперь голову мы, женскую голову, мы сюда влево переносим ее. Смотрите, видите, мы ее перенесли. Вот. Здесь у нас пойдет эта рука. Чтобы краска лучше рисовалась, мы можем смочить водой. Вот мы наметили. Так как это влюбленная пара, так любовь в любом возрасте, бывает, мы нашему старичку голову тоже сюда приближаем к женской голове. Видите, посмотрите. То есть мы взяли, перенесли сюда. Вот. Наметили шапку. Так как люди у нас в возрасте, плечо должно быть у нас покатое. Вот смотрите, мы берем его, делаем наклон. И вот краской мы сейчас подправляем, где у нас будет пиджак. Вот он идти. Здесь у нас накидка. Наша бабушка будет. Сделаем пошире, потому что она же у нас не молодая. Посмотрите, что у нас получается. У нас получается две фигуры, они сблизились. Здесь он держит букет цветов для нее. Изобразим вот так. Возьмем, наметим цветы. Просто наметим. Вот, мы наметили. Что мы сейчас с вами делаем? Вы видите, мы наметили белой краской, но у нас осталась краска другая, да, фиолетовая. Мы берем ее, вот темной краской, и закрашиваем. Мы наметили. Здесь тоже взяли темной краской. Ладно, и закрасили. Теперь мы берем шпактель. Смотрите, здесь у нас луна, да? Мы берем белую краску, берем желтую, лимонную. Посмотрите, видите? Взяли в центре. Вот мы наметили в центре. Видите? Оно заиграло. Почему? Потому что здесь у нас более желтая, а здесь белая с лимонным. Теперь у нас дорожка. Дорожка должна... Мы берем опять белую с лимонной. Смотрите. Делаю с лимонной. И она должна быть параллельно. Вот у нас находится луна. Ни влево, ни вправо уйти. Где-то отходить она может, но в принципе мы должны... Вот. Провели, видите? Здесь наметили ее. Вот. Берем и намечаем. Дорожку кинем. Вот. Делаем мы это, видите, с расстоянием. Прерывая. Вот мы взяли. Сейчас мы взяли желтую краску. Видите? Вот она более желтая. И в желтую добавили чуть-чуть. Смотрите, мы добавили красную. Получается, ранжеватая. Добавили красную чуть-чуть. Смотрите. Здесь вот. Мы добавляем ее. У нас лунная дорожка. Но на траву же тоже у нас упадут лучи. Правильно? Отражение у нас. Смотрите. Вот мы взяли. Берем красную с желтой. И намечаем верхушки. Наши травы вот изобразили. Теперь, что мы делаем? Здесь у нас облака. Облака они тоже будут. Чуть-чуть на них надо дать нам отражение. Смотрите. Вот здесь, например, оно будет у нас. Мы раз наметили. Но они слишком ярко. Видите? У нас слишком ярко все получилось. Мы сейчас берем, взяли белую, взяли фиолетовую, которую у нас есть. Вот. Взяли голубую чищу добавили. Посмотрите, что мы делаем. Раз. Здесь у нас линия горизонта идет. Мы также возьмем, высветлим. Видите, у нас получается блока. Взяли голубую, фиолетовую, чуть-чуть красной добавили. Взобразили, а блока у нас тут будут. Белую краску, посмотрите, голубую. Добавили черный. Вот такой цвет у нас получился. Видите? Потому что у нас же ночь. Вот мы взяли эти. И что мы сейчас делаем? Смотрите. Мы берем, шпателем. У нас же не должна быть фиолетовая одежда. Ее берем, делаем, намечаем. Шпателем. Взяли белую, черную. Можем голубую чуть-чуть добавить. Вот так вот. В такой форме мы растираем. Смотрите. Вот. Вот. И мы взяли белую краску, взяли черную, добавили. Надо немножко, можем добавлять голубую, чуть-чуть фиолетовую. Немного. И вот таким движением как бы растираем. Посмотрите, что у нас происходит. У нас был фиолетовый цвет, да? Когда мы проходим, растираем шпателем, то у нас получается вот такой, видите, то беловатый, то темный цвет, да? Вот. Мы взяли, смотрите. Вот сейчас. Сейчас мы берем черный, синий, фиолетовый. Здесь на островах мы тоже берем. Смотрите. Если мы берем синюю с черной и добавляем желтой, то у нас получается такой, смотрите, зеленоватый цвет. Видите? Ночной. Здесь мы сделаем посветлее. Там у нас подпись будет наша. Видите, получаются цвета. Один переливается в другой. То есть вроде бы и черный, но где-то у нас и желтый есть, и красноватый. Как ночью. Здесь у нас, посмотрите, что получилось. Наберем, потемнее делаем. Чтобы не было просто белого. Видите, что мы делаем. Белый желтый добавили где-то. Ах, делаем. Проводим, посмотрите. Чтобы не просто было, как мы сделали вначале, у нас закрашена была. Сейчас мы шпактиль растираем. То есть мы взяли белую, черную, голубую добавили. И вот, смотрите, что мы делаем. Видите? Чтобы не было настолько ярко здесь у нас, мы где-то берем эту же краску, которая у нас есть. Мы сюда, смотрите. Вводим ее. Это немного глушим яркие цвета. Потому что у нас же не день, а у нас ночь. Дедушки делаем чуточку пошире. Смотрите, раз, взяли. Здесь юбку у бабушки тоже можем сделать пошире ее. А теперь мы взяли черную краску. Посмотрите, вот черная у нас. Вот здесь рука бабушкина. Мы раз, вводим сюда, отделяем ее. Посмотрите. Здесь, например, идет дедушкина рука. Мы взяли черную краску. Вот так, смотрите. Раз. Шпактиль мы сделали вниз. Здесь у нас. Бабушкина. Вот здесь, да? Ну, я возьму тоже вот так. Смотрите. Отделили. Видите, мы взяли, у нас был фон, мы взяли черную с белой краской, да? Вот. И везде проходим счет, потому что у нас должно быть определенное одно состояние, одна гамма. Мы взяли разные до этого цвета, где-то желтые вы видели, да? Красные добавляли. А потом, когда мы берем белую с черной, посмотрите, мы раз, сейчас вы увидите. Например, наметили облака. Вдалеке тоже вот мы взяли, наметили. Здесь море у нас. Вот мы берем море. Когда мы здесь делаем, посмотрите, вот так шпателем, то здесь, где у нас ближе к фигуре, мы оставляем темный цвет. Посмотрите, мы не подходим к нему прямо. Сейчас вот здесь у нас будет нет цветов. От луны тоже чуть-чуть будут на лепестки падать отражения, да? Мы взяли белый, немножко желтый добавили. Посмотрите, раз. Зеленый цвет мы вводить не будем, потому что у нас ночь. А ночью у нас должно быть определенное свое ночное состояние. То есть, должен быть черный цвет, белый, голубой где-то и желтоватый, да? Вот, посмотрите, можете теперь отойти на расстояние. Мы куда-то шли. То, что у нас нет конкретного контура резкого, это хорошо, потому что... У нас присутствует черный цвет. Но, когда мы добавили белый, смотрите, голубой, и шпателем мы вот так вот сделали. Как бы сделали, все находится у нас в одной гамме, видите? Оно объединяет. И нет у нас конкретно контрастных работ. То есть, мы не прорабатываем конкретно складки, ноги не обводим. Оно получается у нас... Вот отойдите на расстояние. Работа получается выглядит профессионально. Мы отошли на расстоянии, что мы видим с вами? Мы видим, раз у нас он у нас здесь, а здесь у нас облака есть. Мы взяли желтую с белой. И вот поверху облаков чуть-чуть даем вот этот цвет. Смотрите, высветляем. Чуть-чуть мы дали. Здесь рука, мы ее просто берем вот так, смотрите, раз, наметили. Потому что ночью нету конкретной ладони, чтобы пальцы все были прорисованы. Так вот наметили, оно читается и дали у нас. И вы хотите, вы можете взять маленькую черную тисточку и кое-где, например, вот захотели пальцы, просто наметили, подправили, да? Или вот идет рука внизу, раз, где-то подправили. А в принципе это не обязательно, так как она в работу у вас уже смотрится цельной. Когда подсохнет краска, вы можете подписать здесь, подписать, свой автограф оставить. Все, работа готова. Наш урок закончен на сегодня. Я жду фотографий ваших работ. Вы видели, как можно было с помощью шпактеля сделать такую работу. Ну, я надеюсь, вы повторите или сделаете по-своему. Хорошо.